Нурлыжол В годы независимости перед Казахстаном, как перед бывшей союзной республикой, остро стоял вопрос переориентации всей экономической модели на собственные нужды. Ведь если КАЗ СССР, будучи частью Советского Союза, отвечала на запросы Центра, то независимому Казахстану требовалось в первую очередь действовать в своих интересах и интересах своего населения. С этим во многом связаны и проблемы, представшие перед руководством республики после распада СССР. Отдельные области Казахстана экономически были больше связаны с прилегающими областями Кыргызстана, России и Узбекистана, чем друг с другом. Отсюда вытекала главная тактическая задача для нового независимого государства Казахстан — усилить взаимосвязанность отдельных регионов страны друг с другом. В то же время Нурсултан Назарбаев, как президент, собирался вместе с удовлетворением тактических нужд государства соблюсти и его стратегические интересы. Потому дорожная инфраструктура изначально создавалась не только для связи отдельных районов Казахстана друг с другом, но и с прицелом на становление нашей страны евразийской транзитной территорией, по которой пойдут грузы с запада на восток, с севера на юг. Однако не стоит забывать, что вопрос расширения транспортного потенциала представлял огромную значимость не только в контексте внешних контактов республики, но и с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса. Казахстан — одна из самых больших стран мира, поэтому проблема удаленности регионов друг от друга никогда не теряла своей актуальности. А интеграция внутренних территорий изначально рассматривалась как одна из приоритетных целей государства в экономической сфере. Глава государства емко охарактеризовал ситуацию — чем больше народ будет ездить, тем больше активности будет в экономике. Более того, реализация проекта по становлению республики в качестве транспортного узла прежде всего зависела от инфраструктурной готовности нашего государства. На этом фоне стали появляться новые автомобильные и железные дороги, аэропорты, ряд старых сооружений прошли реконструкцию. Однако даже этих мер оказалось недостаточно для полной реализации транспортного потенциала нашей республики. В итоге в ноябре 2014 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего ежегодного послания народу страны представил общественности новую экономическую программу. Сегодня, отвечая на вызовы, которые стоят перед нами, я объявляю о новой экономической политике Казахстана Нурлужол. В годы, когда ситуация на внешних рынках благоприятствовала, а цены на нефть и все экспортные наши продукции были на хорошем уровне, мы экономили средства, отправляя полученные деньги от наших недр в национальный фонд. Сейчас наступает тот самый период, когда мы должны использовать эти резервы на благо народа, защищаясь от наступающего кризиса. А именно, на развитии транспортной, энергетической, индустриальной, социальной инфраструктуры малого и среднего бизнеса. В апреле следующего года программа была официально утверждена указом главы государства. Основной целью Нурлужол провозглашалось формирование единого экономического рынка путем интеграции микрорегионов страны на основе выстраивания эффективной инфраструктуры на хабовом принципе. Естественно, реализация такой задачи предполагала создание транспортной коммуникации, которая способствовала бы соединению внутренних территорий республики между собой. Принятие Нурлужол было весьма своевременным шагом. Незадолго до этого события в 2013 году руководитель Китая Си Цзиньпинь в своей речи в Назарбаев университете впервые публично выдвинул инициативу «Один пояс и один путь». Чтобы укрепить экономические связи, мы должны применять новые модели сотрудничества, сформировав экономическую полосу шелкового пути. Начать это мы могли бы со следующих конкретных шагов, постепенно расширить сферы взаимодействия и выходить на полномасштабное сотрудничество в регионе. По большому счету, главная идея этого проекта заключалась в возрождении исторического шелкового пути. Неудивительно, что центральное место в этом плане отводилось Казахстану, который исторически занимал важное место на древней торговой артерии, соединяющей все части света. В настоящий момент в рамках данной программы проделана очень большая работа. Транспортная инфраструктура страны сделала качественный скачок в своем развитии. Было создано более 500 тысяч рабочих мест, из них почти 100 тысяч постоянных. Уже сегодня все реализованные проекты приносят Казахстану значительный доход, что в свою очередь вносит вклад в диверсификацию сырьевой экономики республики. Результаты первой пятилетки полностью подтверждают правильность решения Нурсултана Назарбаева касательно принятия программы «Нурлыжол». Неудивительно, что на сегодняшний день Казахстан приступил к выполнению второй пятилетки, которая направлена на дальнейшее совершенствование транспортной инфраструктуры страны. Во все времена строительство дорог имело огромное влияние на развитие общества. Так и в случае с Казахстаном реализация программы «Нурлыжол» в долгосрочной перспективе может стать новым драйвером роста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова